В железнодорожном районе неподалеку от микрорайона Ореховая Сопка под колеса микроавтобуса попала трехлетняя девочка, которая переходила дорогу вместе с бабушкой. Родственницы, пытавшиеся пересечь проезжую часть в неположенном месте, в итоге оказались в больнице. Пострадавших в стационар отвез сбивший их хозяин Тойоты Хайс. 43-летний мужчина вместе с другом возвращался из поселка Березовка в город. Он двигался по совхозной на перекрестке с улицы Листопадной. Ему нужно было свернуть налево. Хабаровчанин приступил к маневру, был вынужден прибегнуть к экстренному торможению практически в самом его начале, когда увидел на своем пути силуэты людей. Хабаровчанка с темнокожей внучкой переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Вовремя остановить тяжелую машину не получилось, микроавтобус толкнул горожанок, бабушка и ребенок упали. 57-летняя женщина сразу после ДТП хотела уйти домой, но мужчина настоял на поездке в больницу. Автолюбитель решил, что быстрее будет довезти пострадавших до стационара, чем ждать скорую помощь. В дороге пенсионерка рассказала хозяину микроавтобуса, что приглядывает за внучкой. Этим вечером она забирала ее из садика, расположенного на улице Шатова. Мать девочки уехала в отпуск за границу. Ее темнокожий отец живет в Нигерии. В больнице никаких опасных травм для жизни у пациентов не обнаружили, они отделались только ушибами. Убедившись, что пенсионерка и ребенок в порядке, мужчина вернулся на место ДТП. По его мнению, этот перекресток необходимо оборудовать зеброй и светофором. Здесь было абсолютно темно. И вот она вот просто появилась в свете фар. И мы при повороте ее так, ну толкнули нечаянно вот вместе с девочкой вот с маленькой. Поэтому убедительная просьба к тем, от кого это зависит, вот либо в этом месте, может быть чуть дальше, в сторону улицы Шатова, в сторону переезда, сделать какую-то пешеходную дорожку или может быть даже светофор, чтобы люди могли безопасно переходить дорогу. Автоинспекторы сделали скидку водителю и не стали наказывать за то, что он покинул место аварии. Мужчина не пытался скрыться, а планировал помочь людям. Хозяин Тойоты Хайс, получивший водительское удостоверение пять лет назад, тест на трезвость прошел без компромата. Расследованием аварии займется отдел дознания. Не исключено, что ответственность за случившееся придется понести и пенсионерке за попытку перейти дорогу в неположенном месте. В свое оправдание женщина сказала, что нарушить правила они были вынуждены. Поблизости попросту нет пешеходных переходов. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.